Привет, друзья! С вами Виктория! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю пирог на молоке. К чаю за 5 минут плюс время на выпечку. В конце я вам покажу, как можно оригинально оформить ваш пирог. Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты. Вы их видите на своем экране. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. В емкость добавляю 3 яйца, 200 грамм сахара или 1 стакан. У меня стакан 200 мл. Пакетик ванильного сахара, это 10 грамм. И 1-2 чайные ложечки соли. Все хорошо перемешиваю. Добавляю 200 мл. молока. Все ингредиенты можно замерять стаканом. И 70 мл. растительного масла без запаха. Перемешиваю. И просеиваю 2 стакана муки. И 1 пакетик разрыхлителя. Это 2 чайные ложки. И все хорошо тщательно перемешиваю, чтобы не осталось ни одного комочка. Я обожаю такие пироги из серии. Все смешал и в духовку. Готовятся они так же быстро, как и седаются. Консистенция у теста не должна получиться густой. Оно вот так стекает ленточкой с венчика. Для того, чтобы оформить пирог, я отложу в отдельную емкость 3 столовые ложки теста. Пока духовка у меня разогревается, подготовлю формочку. У меня квадратная разъемная форма размером 24 на 24. Можно использовать любую форму диаметром 22-24 см. И выливаю подготовленное тесто. В 3 столовые ложки теста, которое мы откладывали для оформления, просеиваю 1 столовую ложку какао. Какао нужно брать темный, не сладкий. И тщательно перемешиваю. Если вдруг получится слишком густо, то можно добавить капельку молочка. Шоколадную смесь перекладываю в обычный пакетик. Можно переложить в кондитерский мешок. И теперь отрезаю кончик у пакетика. И буду делать шоколадные капли. Если вдруг где-то получатся какие-то небольшие неровности, ничего страшного. И теперь беру обычную зубочистку и делаю небольшие разводы. Пирог отправляем запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 35-40 минут. Пирог у меня запекался в 45 минут. Смотрите по своей духовке. Проверяем деревянной шпажкой. Шпажка сухая, значит пирог готов. Пирог немного остыл, достаю его. И вот такая красота у нас получилась. Посмотрите. С помощью двух тарелок перекладываю пирог на блюдо. Сейчас я вам отрежу кусочек и покажу, какой пирог получился внутри. Пирог получился пышный, ароматный, с оригинальными вкраплениями и очень-очень вкусный. Подписывайтесь на мой канал, если видео вам понравилось. Ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok